приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре сегодня я расскажу как пользоваться хорошим простым но с англоязычным интерфейсом конструктором продающих видео промо нажимаем на кнопочку меня нажать перед нами открывается страничка на которой мы можем выбрать либо уже готовый шаблон либо выбрать футаж то есть видео на основе которого вы можете сделать свой видеоклип в этом редакторе готовые шаблоны ну не настолько интересны как например в том же в той же сами супа здесь самое приятное это футаж и простой функционал который позволяет создать видео по уже традиции я вам покажу как создается видео на основе готового шаблона в котором мы что-то сейчас исправим здесь основная задача найти именно тот шаблон который ну например бы к вам бы наиболее подходил шаблонов тут достаточно много я сейчас поищу какой-то шаблон связанный или близкий с обучением где какие-нибудь люди компьютеры ну вот например вот такой шаблон здесь какая-то ручка создам свое продающее видео покажу весь функционал который есть в этом редакторе кнопочка привив это просмотреть этот шаблон а кнопочка кастомайз это уникализировать и сделать его под себя я нажимаю на эту кнопочку у меня начинает загружаться редактор так как мы работаем с онлайн-сервисом и работаем через прокси что это такое вы очень скоро узнаете может получаться так что скорость загрузки некоторых страничек будет притормаживать относитесь к этому спокойно нормально так все и должно быть и так вот перед нами открылся редактор что у нас есть во первых инструментальная панель которая позволяет менять шрифт вот шрифты даже можно подгружать какой-то свой шрифт менять цвет для выбранного вами шрифта менять позиционирование шрифта то есть выравнивание по левой границе по горизонтали по правой границе знакомые вам действия которыми мы уже с вами пользовались можно менять реестр обратите внимание например взять и все написать заглавными буквами либо взять написать каждое слово заглавные буквы либо в оригинале это как в шаблоне но сделаю еще центрирование что еще можно делать можно ваш текст например брать и спокойно перемещать по видео растягивать его увеличивать либо уменьшать размер можно выбирать перемещение расположение текста по видео нажимая вот на такую сеточку и например сказать по центру или по правому краю последний инструмент это какое видео вы хотите создать сейчас я создаю видео для фейсбука или ютуба это широкое видео на могу сделать квадратное видео сразу же вот так вот могу сделать вертикальное видео под stories причем как вы увидите вне зависимости от того с каким роликом вы работаете после того как он готов его уже можно по окончании быстро переформатировать под нужный вам формат и это сделает сам сервис вот этим не очень он нравится что у нас есть еще если мы выбрали текст а я щелкнул по нему просто-напросто на мышкой в правом в правой стороне у нас открывается панель благодаря которой вы можете менять оформление данного текста то есть сейчас он у меня выбран вот так это текст на двух полосочках могу выбрать вот таким вот образом могу выбрать вот так могу вот так можно вот так вообще сделать либо вот так ничего абсолютно сложного как вы понимаете нет очень большой диапазон для вашего творчества как же меняется сам текст например я хочу оставить вот такое начертание его либо так вот мне очень нравится либо нет вот так вот мне будет нравится вот такое начертание текста вот например здесь как поменять сам текст это можно сделать выполнив двукратный щелчок на самом тексте у нас открывается окошко в котором вы этот текст просто можете менять если в Суппи мы меняли в отдельном окошке справа, то здесь редактирование текста происходит в самом окне видео. Удаляю набранный текст, пишу какой-то свой. Извините, я сейчас не буду проявлять какие-то творческие активности, просто заполню этот текст. Нажимаю кнопочку «Дона», форматирование у меня закончено. Что у нас находится внизу? Внизу у нас расположена панель вашими дорожками. Чем просто этот редактор? Вы можете работать с одной дорожкой видео и накладывать на эту дорожку несколько дорожек, которые идут одна за одной, сменяя, чередуя друг друга. То есть здесь нельзя сделать еще третью дорожку, чтобы один текст присутствовал на страничке и был еще один какой-то текст, например, вот здесь вот слева. Тексты у вас просто меняются один за другим. Щелкая на нужный вам текст, вы просто-напросто этот текст можете исправлять, как я вам уже показывал, менять его эффекты, исправлять сам текст, либо можно добавить еще один кусочек текста. Нажимаю на кнопочку «Плюсик» и хочу добавить описание. Я сейчас должен немножко отодвинуть, вот так вот вправо, и сказать «Добавь мне еще описание». Вот у меня еще появился кусочек для того, чтобы я написал какой-то свой новый текст. Опять же, делаю все то же самое. Выбираю, как он у меня будет оформлен. Двукратный щелчок, меняю сам текст, как хочу, и нажимаю на кнопочку «Дон и закончить». Если вам какой-то фрагмент текста не нужен, наводим на него мышку, появляется меню, что вы можете с ним сделать, то есть дубликат, это копировать, то есть делать копию такого текста. Нужно опять же немножко отодвинуть окончание, которое всегда есть в любом видео, и сказать «Дубликат», «Дублицировать». Вот появился еще один кусочек, я его положу поближе. То я получил видео, которое у меня расположено внизу, оно у меня заканчивается раньше, чем заканчивается мой текст. Смотрите, что у меня получается в ролике. Нажимаю на «Play». Вот пошло мое видео. А вот оно уже закончилось, и у меня уже нет видео, просто стоит последняя картинка. Но если я хочу, чтобы у меня тоже было видео, я не могу его взять и растянуть, потому что видео – это не картинка, оно не тянется. Но я могу взять, дублицировать, делать копию этого видео, либо можно нажать на плюсик и сказать «Добавить новое видео» или «Добавить новую фотку». Она тоже ляжет у вас на дорожку с видео. Нажимаю «Добавить новое видео». Передо мной открывается библиотека с футажами, с видео какими-то новыми интересными. Я ищу нужные мне видео, например, вот такие вот танцующие девушки. Нажимаю на кнопочку «Юз» использовать. И это видео сейчас добавится в мой ролик. Вот обратите внимание, у меня добавился новый фрагмент видео. Возвращаюсь снова в редактор, а последняя инструментальная панель у меня находится справа. Это редактор. Я возвращаюсь в режим редактирования. Кнопочка «Библиотеки» позволяет вам добавлять какие-то видео, либо какие-то картинки. А кнопочка «Музыка» позволяет вам добавлять или менять в вашем видео музыку. Это делается очень просто. Выбираете понравившийся вам трек и нажимаете «Юз» использовать трек. Возвращаемся в редактор. У меня уже пошла другая музыка. И еще есть одна кнопочка «Дискард» — это отмена всех изменений. Если вы на нее нажмете, то у вас отменятся все ваши изменения. Не последние, которые вы сделали, а ролик придет к исходному виду. Нажимаю «Дискард». «Отменить». И я возвращаюсь к ролику, который у меня был в самом начале. Все мои изменения отменены. Вот таким вот образом вы можете добавлять нужное количество вам видеодорожек, либо можете добавлять нужное количество вам фотографий, то есть менять их фоном. Например, вот эту фотографию. Можно загрузить какую-то свою фотографию, которой нет сейчас у вас в личном кабинете с вашего компьютера. Любую фотку, любое видео ваше. Вы можете загрузить и сделать ее также фоном вашего видеоролика. Ну, например, вот эту. Загрузил, нажимаю «Использовать». Данная фотография добавляется у меня на ряд, где у меня расположено видео и фото. Вот фотографию можно спокойно тянуть, увеличивая ее размер. Количество вот этих фрагментов текста вы можете добавлять сколько вам надо. Если вы написали уже какой-то сценарий своего видео, то есть взяли свой продающий пост, и те абзацы, которые вы писали текстом, вы можете вот так их сформулировать в виде конкретных выражений, и они у вас будут один с другим появляться в вашем ролике. Вот это и называется сценарий видео. В любом видео всегда есть то, что называется утро. Это заключение. Здесь тоже появляется какая-то конечная заставка, на которой вы можете также абсолютно спокойно менять текст. Тем же самым двойным щелчком выполняете на тексте, и что-то можете поменять. Причем на конечной заставке, кроме заголовка, вы еще можете добавить какой-то дополнительный текст. Его может быть достаточно много. Количество символов, которые вы можете написать, указано в конце строки. Вот я сейчас написал 10 символов из 50 разрешенных. Уточнение можно написать целых 150 символов. Это достаточно большой текст. Ползуночек показывает, сколько вы еще можете печатать. Видите, я печатаю, и он у меня показывает заполнение. Нажимаю «Донем», и вот что я получил. Заголовок, какое-то пояснение. И на конечной заставке можно менять аватарку, или, как говорят, менять картинку. Опять же, двойным щелчком щелкаем. Вы можете загрузить какую-то свою аватарку, либо выбрать из загруженных. То есть, например, выбираю вот эту аватарку, и говорю «Добавить ее в видео». Вот она у меня появилась. Вариантов конечной заставки достаточно много. Вы можете полистать и посмотреть, что вы будете получать. Вот такие варианты. Вот с телефоном, например. Либо вот так. С моей точки зрения, самый простой редактор. Вот вариант сделать практически ссылочки на ваши социальные сети, написать сюда название ваших страничек, либо вот так вот можно сделать. Но очень простой редактор и позволяет творить. То есть, включайте своего внутреннего творца и создавайте любое видео, которое вам хочется создать. Итак, видео мы с вами сделали. Как же теперь его выгрузить? Выгружается очень просто. Вот кнопочка «Сохранить и опубликовать». Нажал на нее, создается видео на основе того, что я сделал. Нужно просто немножко посидеть и подождать. Я могу его еще посмотреть. Нажав вот на эту вот ручечку, к исправить его название, я рекомендую вам это делать. Вот так вот назвал. Тренинг. Опять с ошибкой. И нажимаю на кнопку «Опубликовать». Паблиш. Если нажмете на кнопочку «Customize», опять вернетесь в редактор. То есть, вы можете продолжить редактирование. Ну, например, увидели в окошечке то, что не заметили в редакторе при просмотре и решили что-то править. Поделиться ссылкой. Вы можете сразу кинуть ссылку на это видео в какую-то социальную сеть. Например, можете быстренько отправить его в WhatsApp. Я нажму еще раз «Публиковать». Мне показывают, что я буду получать. То есть, я не использую премию-шаблон. То есть, не использую футаж премиальный, количество которых ограничено. Я делаю видео в формате HD. Меня все устраивает. Нажимаю «Continue». Дожидаюсь, когда закончится создание видео. Я попал на страничку, где редактор сделал мне видео. Я сейчас могу нажать на кнопочку «Download» и загрузить его просто в хорошем качестве. А могу нажать на кнопочку «Download Full HD» — это загрузить в качестве Full HD. Я вам рекомендую, особенно если будете загружать это видео на YouTube, именно в таком качестве выгружать готовое видео из редактора. Если вы хотите на основе этого уже созданного видео создать квадратное видео либо создать вертикальное видео для Stories, все, что вам нужно сделать — нажать на плюсик вот сюда. Нас сейчас снова перекинут в редактор. Работаем через прокси, поэтому прилично подтормаживает. Все, вы можете посмотреть, что у вас получилось для квадратного варианта. Все нас устраивает абсолютно. Нажимаю опять на кнопку «Публиковать паблиш». Жду, пока создастся мое новое видео уже в квадратном формате. Возвращаюсь уже на ту же самую страничку, но у меня уже готовы два видео. Одно горизонтальное, квадратное, и теперь можно точно так же создать видео для Stories вертикальное. Нажимаю на тот же самый плюсик. Опять же меня перекидывают в редактор. И я опять же могу посмотреть, что у меня получилось, как выглядит мое видео для Stories в формате Stories. Вот, пожалуйста. Если, например, мне что-то не устроило, я могу взять, например, немножко подвигать, немножко там растянуть что-то. Ну, в общем, выполнить те операции, которые я уже выполнял, создавая горизонтальное видео. Нажимаю на кнопочку «Публиковать». И я получил третий формат видео. То есть горизонтальное видео я могу размещать на YouTube и Facebook. Могу в контакт кидать. Квадратное видео – это для ленты Instagram. И вертикальное – это для истории. Все, пожалуйста. Все готово. Теперь каждое из этих видео сохранить на свой компьютер. Вы просто выбираете это видео, то есть щелкайте по нему мышкой. Видео подсветилось рамочкой. Нажимаю «Загрузить Full HD». Жду, пока сервис подготовит видео для загрузки. Получаю вот такое сообщение, что мое видео загружено, но оно еще пока не загружено, оно пока только готово к загрузке. Выбираю не «Открыть», а выбираю «Сохранить». Нажимаю на кнопочку «Окей». Меня спрашивают, в какую папку сохранять с каким именем. Нажимаю «Сохранить». Видео сохраняется на мой компьютер. Выбираю «Квадратное видео». Нажимаю, например, «Просто загрузить в хорошем качестве». Это происходит быстрее, видите, значительно быстрее. Нажимаю «Окей». Опять же, сохраняю в ту же самую папку, но лучше, конечно, с другим именем, потому что такой файл у меня уже есть. Так же поступаю со сториз. Все загрузилось в папку «Загрузки». Вот мои созданные видео. Это видео для «Фейсбука». Вот это видео для «Ленты», «Инстаграм». И вот для «Историй». Прежде чем загружать их в социальные сети, я вам очень рекомендую поменять этим файлом имена, прописать свое имя, чтобы продвигать свой личностный бренд. Опять же, щелкнуть правой кнопочкой, выбрать свойства. И на страничке подробно заполнить описание, ключевые слова. Но все, что мы с вами делали, когда все оптимизировали видео, сделанное в редакторе супа. Благодарю вас. Будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Чем смогу, помогу. И убедительная просьба. Не нажимайте ни на какие кнопки в меню сервиса. Используйте только кнопку «Нажать на меня». Выбирайте шаблон, либо выбирайте какой-то футаж, готовое видео. И на основе этого футажа, либо шаблона создавайте что-то свое.